Комплексный компонент Рассмотрим структуру комплексного компонента. Она практически такая же, как у простого. Файлы description.php, параметр.php, компонент.php и папка с шаблонами. Отличия от простого компонента заметны в папке с шаблонами. В папке шаблона комплексного компонента есть несколько отдельных файлов, на которых как раз происходит подключение простых. Например, в файле news.php подключается список новостей, а в файле detail.php новость детальна. Рассмотрим более детально файлы комплексного компонента. Я буду говорить только об их отличиях от простого компонента. Во-первых, файл параметр с PHP. Здесь задаются все параметры простых компонентов, которые входят в состав комплексного. В дальнейшем, при подключении различных файлов из шаблона комплексного компонента, туда будут передаваться эти установленные значения, чтобы все простые компоненты работали согласованно. Во-вторых, здесь же задаются настройки ЧПУ для формирования структуры URL-адресов раздела. Файл компонент PHP по сути выполняет только одну задачу. Он разбирает в URL-адрес текущей страницы, выделяет из него значения переменных и определяет по шаблону из параметров компонента, какой файл шаблона должен быть подключен. В общем случае, алгоритм компонент PHP состоит из следующих шагов. Обработка входящих параметров, установка значений по умолчанию, определение, какой файл шаблона надо подключить и инициализация переменных. Это действие выполняется два раза. Первый раз для ЧПУ режима, второй раз для не ЧПУ режима. И последний шаг подключения шаблона с соответствующим файлом. Рассмотрим структуру комплексного компонента на примере штатного компонента Bittrex News. Мы находимся в его папке и видим все файлы. Итак, первое – Description PHP, точно такой же, как в простом компоненте, содержит информацию с названием, описанием, иконкой, указанием, что компонент является комплексным. Следующий файл – параметры с PHP. Сначала собираются все необходимые значения для установки параметров. Bittrex News – это, соответственно, список инфоблоков, список свойств для выбранного инфоблока и права доступа. Дальше идет установка параметров, такая же, как в стандартном компоненте. Тип инфоблока ID, инфоблока количества новостей и т.д. И также в параметрах мы задаем настройки ЧПУ режима. Ключом-идентификатором каждой настройки является название файла из шаблона комплексного компонента, а значением – структура URL-адреса соответствующей страницы. Например, section slash element ID. Далее идет файл-компонент PHP. Сначала идет обработка параметров и установка значений по умолчанию. Обратите внимание, здесь мы также устанавливаем значения по умолчанию для шаблонов адресов страниц, если они вдруг не прописаны в параметрах, и названия для переменных, которые будут использоваться дальше. Теперь нам нужно распарсить URL-адрес страницы и определить, какой файл шаблона будет подключен. Одновременно мы присваиваем переменным значения из URL. Эти действия мы выполняем два раза – для ЧПУ и для не-ЧПУ режимов. Если мы работаем в режиме ЧПУ, то мы разбираем URL-адрес текущей страницы, определяем шаблон страницы, который будет использоваться. Нам нужно определить компонент page. Потом происходит инициализация переменных. И все это мы передаем в массив R-Result. Второй случай, когда мы работаем не в ЧПУ режиме. Опять-таки разбираем текущую страницу, формируем, инициализируем переменные, получаем значение компонент page и формируем массив R-Result. После этого мы подключаем шаблон. При подключении шаблона мы передаем значение переменной компонент page. Таким образом, будет подключен нужный файл шаблона. Если у нас файл, например, news, то на нем будут подключены соответствующие простые компоненты. Таким образом, работа комплексного компонента как раз состоит в том, чтобы объединить в себе несколько простых. Что и происходит в файле параметра PHP. Мы собираем все необходимые параметры, которые потребуются для работы простых компонентов. В файле компонент PHP мы разбираем текущие URL страницы, определяем, какой файл шаблона должен быть подключен. И в соответствующем файле шаблона мы подключаем простые компоненты, которые должны в нем выводиться. И при подключении этого простого компонента в параметры ему передаем значение, полученное из параметров комплексного компонента. Рассмотрим пример разработки комплексного компонента семинара. Сформулируем для себя тезе. На первой странице выведем список семинаров. Это элементы инфоблока. По клику на заголовок попадаем на детальную страницу с семинаром. И по клику на ссылку переходим на страницу регистрации на данное мероприятие. Начало работы с комплексным компонентом точно такое же, как с простым. У меня уже есть заготовка. Давайте просто посмотрим, что там находится. Итак, свое пространство имен. В нем папка компонента. В ней файлы description.php, параметры с PHP, компонент PHP. Папка с языковыми файлами и папка с шаблоном. В папке с шаблоном уже появляются отличия от простого компонента. Вместо одного файла template.php здесь находятся три отдельных файла. Detail.php, форм.php и лист.php. Их названия могут меняться в зависимости от задачи компонента на усмотрение разработчика. Рассмотрим файлы подробнее. Description.php. В нем нет ничего необычного, кроме указания о том, что компонент является комплексным. В параметры с PHP у нас пока минимальный набор параметров. Тип инфоблока ID, инфоблока направления сортировки, параметры кэширования, а также настройки для работы компонента в режиме ЧПУ. Еще раз обратим внимание, ключи идентификатора этих настроек соответствуют названиям файлов шаблона нашего компонента. Файл компонент PHP. Чтобы упростить код, я пока убрала обработку входящих параметров из этого файла и оставила только логику его работы. Я добавила в этот файл несколько тестовых вызовов. Пока не обращаю на них внимания, они понадобятся нам позже. Сейчас разберем код. Итак, для начала создаем массив настроек ЧПУ по умолчанию и создаем массив с переменными по умолчанию. Проверяем, в каком режиме мы работаем. Если мы находимся в режиме ЧПУ, то первое, что мы делаем, это сформируем массив шаблонов URL-адресов. Для этого мы объединим массив шаблонов по умолчанию те значения, которые установлены в параметрах. Дальше определим шаблон текущей страницы, переменная компонент Page. Зададим значение для этой переменной по умолчанию, если вдруг не удалось определить ее по шаблонам. Инициализируем переменные и сформируем массив R-Result. Аналогичные действия выполним для не ЧПУ-режима. Массив с адресами страниц. Инициализация переменных. Определяем переменную компонент Page. В этот раз мы это делаем просто на основании того, какие переменные приходят в URL-адресе. Также установим значение по умолчанию. И в конце также передаем все в массив R-Result. На самом последнем шаге работы этого файла подключаем шаблон. При подключении шаблона передаем в него название нужного файла, то есть переменную компонент Page. В файлах шаблона пока просто выведем на экран их названия. Detail.php Form.php List.php Субтитры создавал DimaTorzok